Здраво! Меня зовут Мерка Здравич. Увлекательное путешествие из Петербурга в Москву для одного из жителей столицы для повести может и не сгодиться, а вот для громкой новости вполне. Москвич захотел вернуться из северной столицы домой через сервис Бла-Бла-Кар. Для тех, кто не в курсе, это такое приложение, где можно найти себе попутчика. Машина нашлась быстро, да еще и всего за 1300 рублей. За тысячу. Замечательно. Какой транспорт? Подешевле. Тогда на осле. Водитель сразу уточнил, вам важно на каком транспорте ехать. Молодой человек отшутился, мол, главное, чтоб не пешком. Тогда водитель указал место встречи. Московский вокзал. Если есть станция, значит должен быть и поезд. Поезд действительно подъехал. Из кабины вышел машинист, улыбнулся и предложил проследовать за ним. В Петербург москвич добирался в кабине поезда. Рядом, кстати, спал еще один пассажир. Когда информация попала в сеть, пользователи сети разделились на два лагеря. Одни были возмущены поведением машиниста, пустившего в кабину постороннего. А другие спрашивали. У вас от ваших высоких моральных устоев голова не кружится. Ведь, судя по комментариям пользователей сети, случай далеко не единичный. Да и в заголовках СМИ такие новости уже появлялись. Например, пару лет назад одному путешественнику аналогичным образом удалось ехать из Сызрани в Самару. А что касается недавнего случая, сервис заблокировал профиль машиниста, а РЖД уже проводит проверку. Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Теперь многие пользователи сервиса разносадованы. Ведь кто не мечтал оказаться в кабине машиниста? Но, похоже, машинисты теперь будут куда более бдительны. Стучать в поезде могут не только колеса. До скорых встреч!